Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаясь уйти от ответа, говорил мне Жилео Кюри на пражском аэродроме. Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное. Неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим. И пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества. Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений. Она продиктована природой. Но есть и другая. Работа, творчество, любовь. То, что остается, когда исчезает и человек, и его имя, и даже кости. Эти слова я записал, но Жилео выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки». Не раз мне приводилось бывать свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но, я хотел бы сказать, но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность — неживая ощутимая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника, очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, я видел картины, свидетелем которых, наверное, был старый подсвечник. Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник. Вижу лица. Конечно, это фантазия. Но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми. И я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будто дерево-перил или каменная ступенька-лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множество рук, камень с выемками от шагов. Люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность. Я начал рассказ о Жалео с разговора о смерти. Окажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончиной, но мне трудно себе представить, что его нет. Часто я ловлю себя на мысли, жалко, что Жалео не приехал. Он сказал бы, что делать. Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жалео вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Жалео в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической. Рассуждение специалиста с политической точки зрения — это неправильно. Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жалео. Ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жалео Рожен Нейер. Жалео говорит, что ему придется уйти с поста президента. Он не может поступиться убеждениями ученого. Инцидент был быстро улажен. Жалео успокоился. Но когда мы встретились, он сразу сказал. «Поймите, это дело совести. Политика — высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю, некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего. Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие. Я еще не отдавал себя отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы. Все же я закончил речь предостережением. Осторожно, силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут. Это было скорее образом, чем научной гипотезой. Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает. Я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества. Всего шесть тысяч лет, как она начала думать. Двести поколений. Да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед. Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли. Но если, вопреки всему, произойдет атомная катастрофа, что будет тогда? Новая звезда? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету, я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум. Вы мне сами говорили, что я оптимист, но я повторяю осторожно. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль. Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний. Они воображают, что освобождение атомной энергии очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания. Нельзя отделить биографию Жюлео Кюри, так его называют в книгах и газетах, Жюлео, так его называли люди, его знавшие, Фредо, так звали его друзья, от проблем, вставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале 20-х годов, хотя я их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себя отчетов происшедшим. Атомная бомба меня возмутила от того, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудаком с длинными кудрями и человеку любим прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента. Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жилео я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил, его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен. Он помог мне понять то, что до то ли оставалось для меня закрытым. Его слова, да его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Над гробом Жилео его друг Дернелл сказал, трагедия Жилео была трагедией благородства. Вечером Дернелл добавил, и трагедией науки. Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жилео Кюри походил на свои труды, не знаю. Я слишком невежествен современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жилео по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям, словом, по душевной структуре, никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет. Меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жилео как-то сказал мне, я сам, удивляясь, почему я стал ученым. В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе. Вероятно, что-то притянуло меня к науке. Я колебался, химия или физика. Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения. В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях. Вполне возможно, что Жилео не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, по его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши. Он пережил и расплату. Говоря это, я думаю, не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жилео создал атомный реактор Зоэ. Это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жилео с поста Верховного комиссара по атомной энергии. Политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жилео Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жилео снова приехал в стокгольм в марте 1950 года на сессию постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жилео с чемоданом. Оказалось, его попросили освободить номер, не хотели держать в гостинице красного. Говоря о расплате, я думаю, не об административных гонениях. Они связаны не с открытиями искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жилео. Его мучило другое. Он много раз повторял, простые люди начинают ненавидеть науку. Он понимал свою ответственность. Говорил и в публичных докладах и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье освободить их от подневольного труда, и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но помимо научных открытий существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жилео Кюри, Нильсобора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено», сказал мне Жилео во время одной из наших последних встреч. «Люди видят только зло, стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели». Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности. Но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний, и решусь признаться, что движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жилео, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей различном мыслящих. Он часто говорил, это не враг, это противник. К врагам он причислял только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему. В начале 50-х годов климат был суровым, шла Корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы, я помню, как Жилео пытался защитить то итальянскую католичку Пяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападок на политику Запада, то американского пастора Дарра Жилео говорил, с ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир. Конечно, не будь на свете Жилео, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Все политика и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика-профессия и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул, именно поэтому Жилео особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика. Движение сторонников мира отнимало у Жилео очень много времени. Однажды он признался мне, минутами я сомневаюсь, близкие мне говорят, ты не можешь так продолжать. Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях секретариачи? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса? На следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем. Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу. То-то делаю я, то-то другие. Тем более, что все привыкли обращаться ко мне, скажут, значит, движение теперь отходит на второй план. Люди, которые меня упрекают, правы. Мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь. Сказать, потребовать или предложить. Там на месте Полички, Лоран, Серен, Ненни. Но я хочу, чтобы наше движение расширилось. Только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, я должен сидеть в комиссиях. Политические проблемы 50-х годов остаются и ныне актуальными. Живы люди, работавшие вместе с Жиле Кюри. И мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь. Не всегда Жилео удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне, «Х меня упрекнул в чрезмерном оптимизме. Для того, чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи коммунисты удивляются моему оптимизму. Вероятно, это связано с характером, не только философия, физиология». А между тем, я знаю, что Жилео порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других, самого себя. У него была внешность не кабинетного человека, а скорее спортсмена. Он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антони красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жилео исполнилось 50 лет. Было это во время сессии постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жилео сразу догадался спиннинг. На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и восхищенный шепнул мне «Это какой-то особенный бамбук». Летом 1951 года Жилео отдыхал под Москвой. Однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил. Перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг. Какая-то травка, которую сыплют повсюду. Суп на картошку, на мясо. Оказалось, что его враг укроп. После обеда он спросил, нету ли у нас самовара. Таковой оказался. Года три назад мне его подарили на Тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щетки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жилео дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жилео восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал, подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о роге. Вот это настоящий день мира. А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жилео предоставили вагон-салон. С ним ехала Ирен Жилео Кюри. В Ленинграде Жилео попросил меня отвезти его в Эрмитаж. Мне сказали, что там часть картин, которые я видел 15 лет назад в Московском музее западной живописи. В то время импрессионисты, не говоря уже о Матисси и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах. Картины висели на счетах. Жилео восхищался. Особенно ему нравились пейзажи Сислен, Моне, Писсаро. Когда мы уходили, он сказал, я как будто провел целое лето в деревне. Другой человек. Нагнувшись ко мне, он тихо добавил, нехорошо лишать такой радости советских людей. И тотчас добавил, это ненадолго, я убежден. В 1955 году Жилео серьезно заболел. Его поместили в госпитале Сент-Антуан. Он умер в том же госпитале три года спустя. Это очень старое мрачное здание. Жилео отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке. Теперь как раз время попытаться расширить движение. Вдруг он взял холст, повернутый к стене и, смущаясь, сказал, я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начиная с азов. На холсте был пейзаж, который он видел в окно. Двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий. Жилео спросил, очень плохо. И ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал, забаву 54-летнего ребенка. Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирен Жилео Кюри. Для Жилео это было тяжелым ударом. Они прожили и проработали вместе 30 лет. В 1926 году молодой лаборант, работавший в институте Радзия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень не схожими. Ирен была сдержанной, молчаливой, а Жилео, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помни ночь, которую мы провели в вагоне салоне. Ирен вскоре ушла в купе, а Жилео остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей плебейской природе, о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни. Мы все машины, буксующие в колее. В 1956 году Жилео приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне, Ирен умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее. А в тридцатые годы... Он помолчал и тихо добавил, все это нелегко. Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. Ирен очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было. Несколько минут спустя он сказал, мною овладела торопливость, хочется успеть что-то сделать. Я немнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным. Еще раньше, в 1956 году, он заговорил со мной о Сталине. Многие наши интеллигенты после 20-го съезда заколебались, а мне кажется, что наше дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие. О Сталине говорили, как о полубоге. Помню, я сказал тогда Иксу, осторожно, мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов. Они первые начали. Неудивительно. Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал, пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается, а сейчас поговорим о прошлом. Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял. Коммунистом он стал в очень страшное время, в 1942 году, и до смерти сохранял верность избранному пути. Его выборе вказались не только эмоции, героизм коммунистов сопротивлений, борьба против фашизма советского народа, но и логика размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жилео сказал, однажды мы поспорили, вы помните, это было в Вене, он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете. Он повторял, мы знаем вас как верного друга. Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать. У Жилео было лицо француза с тонкими хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт. Он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая всегда был точен, логичен. В Антони я видел, как он возился с внуками, детьми Олен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жилео в последний раз. На похороны я летел вместе со с Кобельциным, который в 30-е годы работал в лаборатории Жилео. Мы знали двух разных людей, а любили одного. После долгих переговоров между детьми Жилео и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал «Во дворе древней Сорбонной перед часовней 17-го века между памятниками Гюго и Пастера был установлен катафалк. Стояли как статуи солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отроченных горностаем. А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместе Парижа СО возле кладбища собрались друзья и товарищи Жулево, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали. Рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции. Вечером некоторые члены Бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались, нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Дарнелла, Казанову, Пану, Изабеллу, Блюм. Мы не могли говорить, слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается. Умер. Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом. Это скорее рана, рана и веха. Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме 200 тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, Авдели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта, не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал, полунапевал поэму, прославлявшую братство старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов Пьера Котта и Ненни, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в 9 часов утра, и только на следующий день в 8 часов утра мы пришли к соглашению. Проспорили 23 часа подряд в душном накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение. Это вывело из себя китайских делегатов и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя. Все же оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехал человек полтораста. Заседали мы в подвальном зале ресторана, шутя мы говорили в катакомбах. Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или не успеха нашего призыва зависит многое. И когда Жилео Кюри прочитал текст, кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали, нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом. За несколько месяцев до Стокгольмской сессии советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О Третьей мировой войне говорили, как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называлась стокгольмское воззвание троянским конем. Журналисты спрашивали меня, не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы. Перепуганным обывателем мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, уничтожит красных, спросила. А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба? Взрослые рассуждали иначе. Атомная бомба многим казалась защитой, спасением. Датский журналист, радикал прошлого века Тюркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под стокгольмским воззванием. Он ненавидел войну, насчитал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне. Я спросил мою жену, не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону? Она ответила, может быть, на атомная бомба косится на наших детей, и она подписала. Наверное, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же текстом. Разошло чудо. Обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фермина. Она собрала 18 тысяч подписей. Она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками, неграмотные крестьяне ставили крестики. Представители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей. Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что 500 миллионов подписей под стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время Корейской войны стал вопрос об использовании атомных бомб. В конечне весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из катакомб взволнованные. Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски, радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Нэнни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о Скандинавском Союзе. Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам. И все же стеснялся. Меня посадили рядом с молодой женщиной Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски, я училась в Москве. Оказалось, что она родилась в Германии, когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретилась с мэром. Мне сразу стало легче. Училась в Москве, значит, не чужой человек. Брантинга я смутно помнил по Испании. В 30-е годы о нем много писали. Он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовал помощь испанским республиканцам. Калантай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное, оставшееся еще от книг Стринберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом я подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч круглого стола. Мифический викинг был старым одиноким человеком. Только в одном я оказался прав. Он действительно писал стихи о смерти, а летом 1965 года он умер, и на минуту стали в памяти тридцатые годы. Была еще по-прежнему холодная ночь, я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей. В море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на набережных беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами под злым ветром балтики. Длинные, пустые улицы. В некоторых окнах свет. Там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют. Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни. Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме или в других шведских городах происходили различные конгрессы, конференции, сессии Верховного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Нарчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда, познакомился с некоторыми министрами, с учеными, Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы. Дважды мировые войны ее пощадили. Из сельско-идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно, и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того, как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что дил удается. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя. Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лунквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе мира. Он сын Батрака из Скании, и лицо у него скорее мягкое, лирическое, а в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует и съездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил и говорит о торжестве будущего. Это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услыхав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лунквист оказался там. По-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие. Я был с академиком Скобельцыным в Стокгольме, когда Лунквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе холодной войны. За неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лунквисту состоялась в малом зале концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил «Музыкальной части не будет, в связи с событиями квартет распался». Оказалось, один из участников знаменитого квартета в связи с событиями отказался играть. На торжественном ужине, разумеется, со свечами, Лунквист встал, сказал «В общем, писателям всегда плохо». Постоял, потом сел. «Почему же в Швеции много и проклятых поэтов и мрачных пропоиц и самоубийц?» Не знаю, не хочу отделываться парадоксальными гипотезами. Верно одно, все дело в людях, а человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы. В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу порой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидала Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве. Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре. У нас его звали Андреем. Я не назову его фамилией. Может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец Потемкин». Он знал, что его отец в Москве и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штернберга, и он попал в Москву к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза. При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе. Пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Ролану, от него на Капри Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшово, в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшова в Москву. Спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждавших, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь. Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски. Не имел профессии. Жил то у профессора, то у инженера, товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию. В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет. Рассказал, что вначале ему докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе. Он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает, живет с матерью. Помолчал он тихо сказал, но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупое мечтание мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей. Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала, я его понимаю. Вернусь к городу, с которым связано и движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город, там холодно летом, а в декабре кутся и дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера, я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством. Все дело в людях. В 1950 году мне было под 60. Конечно, я был много крепче, чем теперь, мог проработать 10 часов подряд, пройти, не останавливаясь 10 километров. Но на душе у меня часто бывало смутно. Я думал, что не живу, а доживаю. И душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях, о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал девятый вал. Писал много на без внутреннего огня. Меня выручило движение сторонников мира. Чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жилье Кюри или Ило Фаржа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фермина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей. Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлотой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно судить о своей работе, но это действительно моя книга. Я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, бездавней желчи, которая не раз меня спасала, да и без пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать. Вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом. Оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях. Перед со мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых. В суеверном страхе я спрашивал себя, хватит ли сил, времени. В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиковой резолюции я нашел стихи тютчего о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства. В только то и делает, что отстаивает правду. Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость. Мотор износился. Я чувствую старость, на ней почти не думаю. Дело не в возрасте. Задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается. Казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях. В начале 1950 года я написал заявление. Для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили. Это было удачей, но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель Министерства иностранных дел сообщил прессе, господину Оренбургу отказано в визе не потому, что он коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции. Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции. Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже беспринципного буржуа лансье. И вот, извольте видеть, бедо выдает меня за врага Франции. 1950-й год был годом, когда холодная война ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне, без соли не проживешь, а если придется умереть, нужно в чистой рубашке приставиться. Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии. Повсюду я видел иступление, ненависть, страх. События этого времени еще хорошо памятны, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить двоеобразный климат конца сороковых, начала пятидесятых годов. Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газету «Руж-Энуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в дом в роскошном предместе Москвы в так называемой запретной зоне, где проживают высшие сановники. Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об исчезнувших. Исчезла Тамара Матылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Сафронов. На него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге. Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам сопротивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма, ни закрытые, ни открытые. Я решил попытать счастье в Бельгии и Швейцарии. Туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, а тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы Бельгия СССР устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверкене, в Льеже. Народу повсюду было много и аудитории были бурными. Все тогда теряли спокойствие и враги и друзья. В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы Первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но будь она не титулованной, все равно я изумился бы. Ей было 74 года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о Буре, которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Роланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживает оборин и ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал. Трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть, садоводство. Я сказал, что очень люблю туберозы, искал в Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным письмом. Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой. В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад. Я сяду в королевской ложе. Обычно я сижу в портере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать. Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе. В Антверпене возле зала Рубенса было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры. Помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зеябрюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали статичный комитет и среди его членов депутата парламента докера Франца Ванден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась и Ванден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. 1 мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения нашего Франца. Мой доклад состоялся в тот самый день, когда Ванден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир, кругом толпились рабочие. Ванден Бранден, высокий худой фламандец, говорил, можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружие. Потом Ванден Бранден и его товарищи пошли в зал Рубенса на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о стокгольмском воззвании. Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. Может быть, завтра начнется война, это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий металлист Раймонд Агас. Он хотел рассказать мне о драме города Ля-Рошель. Докеры Ля-Рошель отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти и желтых. Тогда в порт двинулись рабочие. Агаса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агас восклицал, на войну мы не будем работать, не выйдет. Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы Палас, и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали. Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно Эмпер Маршал металось по Средиземному морю, ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы, там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки, завыла сирена, рабочие ринулись в порт. Бог ты мой, сколько в этом было романтики. Раймонда Дзьен отпраздновала в тюрьме день рождения, ей исполнилось 21 год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. На ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком. Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного запада. В Лондоне в центре города чернили развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается. Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазин, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Буар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали, что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу, уедете или останетесь в оккупированной Франции? Камю говорил Сартру, вы должны уехать, они вас не только убьют, но и обесчестят. Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о пятой колонии. Антверпанских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы. В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Волонцы, люди темпераментные и после доклада меня не отпускали. Я должен был расписываться на книгах своих и чужих, на листочках и записных книжек, на членских билетах общества Бельгия СССР, на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение, решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян. А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить невизу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени. Бельгия жила лучше соседней Франции. В магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли все дело в Америке. Директор атомного центра профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось Уран Катанга Шинко-Лобве. Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии. Теперь, вспоминая музей и дощечку Катанга, я думаю о другом. О драме, разыгравшейся десять лет спустя о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его тузенцев. Благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые дикие негры. Уран, золото, медь, олова, слоновая кость, каучук. Десять лет спустя к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови. Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Роленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит стогоймское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Ролен станет одним из инициаторов речь круглого стола, что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит жильмок и скажет, мой друг Эренбург предлагает. Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения, рвались дружеские связи. Бывало и наоборот, вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал, такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург. Наверное, мы все и менялись, а больше всех менялось время. Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа. Световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону, и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чипцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии в плетнице с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в пен-клубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматова и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кавке, о Маяковском. Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля-Пан, я вспомнил, как писал Хоренито, где же та гостиница? Чернел кусок обугленной стены. В Брюссель я пошел к Эллинсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказал, самое трудное, что мы противоречим самим себе. Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах верхней Катанги, о том, как американский трест группа А-Б купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев. Злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энзора, я погрузился в другую стихию. Исчезли и Уран, и Ванзеланд, и Ачисон. Я глядел на пустынные пейзажи, нашествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Маларне. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах. Два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно. В тот год я это чувствовал особенно остро. Швейцарскую визу, я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии. Визу мне дадут, но я должен подписать заявление. Я, ниже подписавшийся Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях как публичных, так и частных, так же не устраивать пресс-конференции. Я исправил текст и перед словом собраниях ставил политических. Дипломат сказал, что запросит по телефону Дерн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино. Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлени шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки. Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот холодной войны. Сюрихим не дали циркуляр биржевого агентства Афида. Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми младенцами войны, то есть с акциями предприятий, которые во время Второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание Lockheed Aircraft Corporation, акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7%. Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса Сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий. Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушевных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп. Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть. В Женеве дирижера Ансерме, в Базаре теолога Барта, в Люцерне художника Эрни. Мне хочется сейчас рассказать о замечательном эллинисте Анре Бонары. С ним я познакомился на Парижском Конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Бонара и позднее, побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных Конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе, потому что вечер его жизни тесно связан с холодной войной. Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессии Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к 15 дням тюремного заключения. Приговор достаточно показывает вздорность обвинения. Оправдать его судьи Берна все же не решились. Боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию. Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего, и чистейшего человека, каким был Бонар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность и искусство, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал, вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста. Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое, с законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной, с тем, кого слишком обобщенно называли коммунистом. В действительности эллинизм для меня был долгой, всепоглощающей школой. Пытается отрезать переводчика антигоны от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали. Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой, и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь. Страшная была эпоха, когда книгам относились как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость Андре Бонаро и попытаться его замарать, а он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей. Им будет легче. Я пробыл в Швейцарии десять дней. Приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Леона, Ниццы. Я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе. Озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса, трагедия, которая сбивается на фарс. Один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора. Приехала на несколько часов Денис. Мы долго глядели друг на друга. Может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал, это было в другой жизни. Она ответила «Да» и улыбнулась смутной улыбкой, как когда-то. Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там холодная война была бытом. В восточном Берлине на Троицу проходила встреча молодежи. Еноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона подсдамерплаца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парны в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурж в клетчатой рубашке вопил, апельсинов-то у вас нет. К границу все время переходили люди, шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в западный Берлин. Напротив Романишес-кафе, где я когда-то сиживал с Моголинать, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа, меняли восточные марки на западные. Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим. За одну западную марку требовали семь восточных. Пабрица стоила одну марку в обеих частях города. Экономные бюргеры западных секторов брились восточном. У них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овоще. Хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потс Даннерштрассе бойко торговали английской материей. В витринах красовались надписи «Принимаем восточные марки». А расчетливые бюргеры Шарлоттенбурга несли шевиот портным на Александр Плац. Костюм обойдется втрое дешевле. На курсер стендами танцевали самбу, пели рейн-вейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег. Перед ними был не город, а выставка капиталистического рая. Безработным давали пособие сто марок в месяц. И безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим и получаем 700 ваших марок. В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство?» В западном Берлине пестрели рекламы, маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом. Ликеры «Маппе», ресторан Кемпинского. Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло. Империя Вильгельма, Веймарская республика, Третий Рейх. И вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то, закусочное в полу обвалившемся доме, но бюргеры довольны. Жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая. Громко говорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать западного Берлина уверяла, будто красные устраивают встречу молодежи, чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов. У войны свои законы. Она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом холодная война напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами. В восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зеггерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты западного Берлина на них нападали, называли продавшимися Москве, карьеристами, приспособленцами. Это было глупо. Ведь любой житель восточного Берлина мог перейти под Сдамерплац и оказаться в том мире, который на Западе именовался свободным. А подкупить было куда легче на западные марки, чем на восточные. Анна Зеггерс приехала в Демократическую Республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зеггерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть и вражебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зеггерс мертвые остаются молодыми, чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты. Цвейг полусионист, полумистик, который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад. Что касается Брехта, то это неисправимый формалист, упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах нарочитая фантастика. Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что она Зеггерс не может быть антисемиткой, она еврейка, ее мать гитлеровца убили вас венцами, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать. Этот город превосходит фантазию и Брехта, и Пой, и Гойи. Горячился, конечно, зря. Есть люди, которые умеют говорить, но не слушать. Брехта я знал давно. Беседовать с ним было нелегко. Часто он казался отсутствующим. Такое впечатление обманывало. Он слушал, многое подмечал, порой усмехался. однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил. Не Парижа или Берлина, а некой страны, которую я про себя называл Брехтией. Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой. Он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и несмотря на все это, многие, как я, его присутствие испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека. Вспоминаю последнюю встречу у Анны Заггерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала, кого из писателей реабилитировали после Бабеля. Я ей привез старый нубок. Бова Королевич вызвал на поединок смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился. Я почувствовал знакомое мне беспокойство. Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт хитрил, был расчетлив в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка. И все его расчеты просчетами поэта. В Москву я вернулся в начале июня. Рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил, ну как, по-твоему, будет война? Я отвечал, ни в коем случае. Еще раз я оказался плохим пророком. Две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой. Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым. Я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили. Нужно ехать в Лондон на конференцию мира. Вопреки ожиданиям англичане дали визу. На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. Виннинг Ньюс на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?» Я считал, что англичане скорее чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня-то и дело будили какие-то крики. Полусне я смутно думал, почему англичане кричат ночью на улице. Раньше такого не было. Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации МОСЛИ принес портативную трибуну и начал меня проклинать. Я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку хартия вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу. В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс, да еще большой футбольный матч. Я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница. Меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мной пришли. В Вестминстерском дворце меня ждут депутаты лейбористы. Корейская война взволновала всех. Люди боялись, что она может перейти в Третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы также мало знали о том, что произошло 25 июня на 38 параллели, как я, но считали, что коммунисты зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сен-Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало. Помню двоих, Юза и Дэвиса. Большинство возмущалось корейскими сателлитами Москвы. Напоминалось о этот Корее допрос, чем беседу, и продолжалось до 9 часов вечера. В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами чатка. Это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство. Там все спали. Дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидает приема посетителей, но непостельного белья ни подушки у него нет. Утром за мной приехал Айвор Монтегю. Повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать. Назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заехать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтегю ответил, это невозможно, лучше купить рубашку. Но где я могу ее надеть? В уборной? Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтораста журналистов уже ждут меня. Монтегю показал себя умелым полководцем, вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться. Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку. Зал был набит журналистами и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференции, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул «Нечего выворачиваться! Отвечайте прямо! Да или нет!» На Траффольгар сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассушейтед пресс сообщило, что присутствовало 10 тысяч, ТАСС назвал цифру 20, наверное было 1015. Я глядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, па начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой «Серб и молот». Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией спички, которыми Илья собирается поджечь Англию. В другой газете я прочитал Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона». Монтегю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили. Это было великим делом. Вообще, Монтегю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлавском конгрессе. С тех пор, в течение 15 лет, я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира. Он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает неблагопристойного джентльмена, а одного из посетителей той ротонды, куда я ходил юношей. На нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве, потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу. Он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонка. На третий день медведь лег в каюте Монтегю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел. Бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить. Отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтегю занялся кино, помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжил работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать. Пинг-понг. Он председатель всемирного объединения ревнителей этого спорта. Айвор любит искусство. Он очень доверчив и вместе с тем упрям. Словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путанно, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтегю спокойно беседовал с политическими противниками. Его необычность очевидно многих обезоруживала. Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с большой немецкой овчаркой и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя, мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя, он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне. Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать к климату холодной войны. Сотрудники журнала New Statesman пригласили меня на Ленч, там я с ним познакомился, разговаривали мы долго, три часа, переводил с французского на английский Монтегил. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете Le Monde и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал. Как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат Лейборист ответил, что хотел узнать фрага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в Таймс. Написал письмо и Монтегю. Но всякого такого рода опровержения мало кого интересует. Дело было сделано. Эренбург это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготовляет нападение красных на Великобританию. За полгода до этого правая французская газета писала «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В Красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером Вермахта. Автор Бури прокладывает дорогу сталинским легионом. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И Кокин он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстета Весновов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа. Меня пригласил английский совет мира. Эта организация объединяла дюжину пацифистских движений, лиг обществ и квакеров, и толстовцев, и противника воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зелиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность. Такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортило дело секретарши английского комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила, может быть, вы устали, я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая. Настроение собеседников изменилось. Они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой. Овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки. Субботу часов пять, то есть именно в то время, когда все англичане богатые и бедные, правые и левые пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину. Толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна. Полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против красных, продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекол. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бевину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее. Я побывал в Кембридже, Монтегил повез меня к одному из крупнейших физиков Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о стокгольмском воззвании, Дирак сказал, что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать падение Парижа. Дирак сказал, вот это новое поколение, он у меня красный. Я ответил, что для Дейли Мэл и сам Дирак красный, ведь ему не нравится холодная война, и он с уважением говорит о Жюлье Кюри. Дирак рассмеялся. Жюлье Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет. На два или три часа я забыл о холодной войне, слушая интересного своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей. В газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица, чем-то растердивший Сталина, продолжает работать. Я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы. Она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время и таковы были человеческие отношения. В Лондоне я впервые с Бернеллом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого. Все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны. Ему даже специально заказали военную фуражку. У него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в 30-е годы. Делегация научных работников Англии приехала в Москву. Выезжали они с центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернол стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Фоулером. В самолете они рассказали об этом друзьям коллегам. Те выслушали и сказали Бернолу «Сейчас же, когда прилетим, запишите это». Бернол тратил много времени, сил на движение за мир. Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Бернолом в сентябре 1954 года, как автор письма указывает в 4 часа утра. «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом. Я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят мотор, и то громко беседуют. Если бы я понимал язык, наверное, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа «Турне по метро улица Горького» и в воскресенье осмотр архитектуры на сельскохозяйственной выставки. Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову. Он очень живой человек, все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала семнадцатого века Джонни Донни, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо. Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять. Бернелл увидел возле одного домика груду камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала «Но это ведь кто-то привез, хотят, наверное, вымостить дорогу». Бернелл выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виноват озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон. Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь шестнадцатого века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью, в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный осенний день, машина забуксовала, нам пришлось пройти километр повязкой глини, обувь-то и дело застревало, и Бернелл вытаскивал туфлю, поджав одну ногу как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день. Я старался уйти от убийственного климата холодной войны, то беседая с Бернеллом, то бродя по набережным Темзой, вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинный галерей на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись. В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется во Свояси?» Это было в день моего отлета. Я глядел в оконцы самолета. Мы летели низко над Лондоном. Игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины, макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернелла, который в разговоре этой дела вздыбливает свои без того вздыбленные волосы. Вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол. Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой. Но я хотел рассказать о несуразности холодной войны и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением, мнением и настроением окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция круглого стола. Не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего пятнадцать лет. Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку, но хорошо будет, если некоторые люди с Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью». Я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что могли для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать. Я рассказал о том иступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях. Я не наблюдал со стороны за холодной войной, я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер Кольерс, посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, Кольерс рисовал идиллические картины Москвы, оккупированные американцами. Заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям. Театр Красной Армии переименует в Театр Нового Света. В нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины». Крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джеймс «Как я любила и разлюбила в Сароваке». Я отвечал резко и поступать иначе не мог. Это было в 1949 году. Я тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание всемирного правительства. Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой. Она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класс. Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его хлестким, рассудочным, салонным. Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» — талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра салонным? Я тогда его плохо знал, две встречи перед войной и в 1946 году носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах. О, Сартр! Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее дурацкой. Он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг. В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общее обязательное, редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой, столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем третьей силы, и думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако ничьей земли не оказалось, и грязные руки обернулись в оружие Америки и буржуазии. В Вене Сартра был звездой, его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали. С 1952 года по 1956 Сартрус защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной Ассамблее в Хельсинки. После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал. Все это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснении хочу сказать о некоторых свойствах Сартра. Подружившись с ним и с Симоной де Бууар, я многое понял. Сартр по любви, да и по таланту писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности, от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил, мысли и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строит предположения, не веря тому, что другой говорит, толкует его слова и занимает позиции, исходя от предположения. Так-то поступит одна позиция, исходя от предположения, так-то поступит противник. Когда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости, хочешь мира, готовься к войне. А это триумф абстракции. Люди становятся абстрактными, каждый это другой, воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека, преобладают наименования, этикетки. Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Не всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком. Я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра, это наш Тарторен. Приведу диалог. Агроном спрашивает, интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова. Боюсь ответить, я не специалист. Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, 50 литров в день дает? Кажется, таких коров выставляют на выставках. А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по 50 литров в день. Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне, хороший этот француз, такой простой человек. В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась. В общем, он прав, Сартр действительно наивен. А Сартр стесненно улыбался. Рассудочность, в которой я 15 лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века. Но, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером. То, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью, словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года. Поездки на Запад, о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат холодной войны. Я увидел, как легко увеличить число врагов, и тот моих статей стал мягче. Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением, писал я вправде. Мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей. Мы дорожим ценностями любой цивилизации, восточной и западной, северной и южной. Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят. Для всех найдется место под солнцем, а кто прав, рассудит будущее. В ноябре 1950 года на Втором Конгрессе сторонников мира я говорил, я стою за мир, за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачисона. Планета одна, однако она довольно поместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатчу к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе. Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам. Нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси, развития культуры человечества. Невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов. Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие. Теперь такие рассуждения азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с считателями. Несколько лет спустя положение изменилось. В литературной газете была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. Запале, психологически понятным, он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо, говорил, что в Америке есть своя и значительная культура, крупные ученые, замечательные писатели, хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1955 году, а не в 1950. В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950 после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме, потом на Конгрессе в Варшаве, в 1951 сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходит пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии вопросы, которые, увы, все еще не стали историей. Гонка вооружений, рождение Бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретарь от Всемирного Совета помещался в Праге. Там перед очередным Конгрессом мне приходилось оставаться по нескольку недель. Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей. Порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Эллен Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе. Кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с ней беседовал и убедил ее приехать на Конгресс в Варшаву. После этого были выборы, ее не переизбрали в парламент. Выступая в Варшаве, Эллен Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю, над своими заблуждениями. Два года спустя она выступила на Конгрессе в Вене, сказала, что я ей открыл на многое глаза, но со многим в моей речи не согласилась. Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх? В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал о крестности города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую. Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь шведского комитета мира Ценстрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей. Я должен был убедить его подписать стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиной, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить, до вас только двое. Я постыдно убежал. Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микродиологу Мацину, ему тогда было 82 года. Он меня любезно принял, угостил ферресом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись. Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте, это может рассмешить студента первокурсника. Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел, как на иголках, и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек». Мне тогда пошел седьмой десяток, и давненько никто меня так не называл. Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лафит, человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лафит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дар, бразилец Борсари, итальянский социалист Фенал Теа и Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком. Он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении. Секретарь помещался в большом доме на берегу Волтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками. Работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лафит, угощал достопримечательным ужином. Он родом из Дордонии, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржет, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились. Иногда в воскресенье я ездил в Добриш, там в доме писателя жил Жоржи Амаду с женой Зелий и маленьким сынишкой. Жоржи живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживается с подлинным мужеством. Я с ними подружился, Жоржи и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду Худой, подвижный черноволосый, мог сойти за одесского или марсельского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой по-португальски шулер, мошенник, конократ. Амаду коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев в различных направлений, и он не захотел выступить. Пусть говорят они. Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было 22 года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос, северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы. В них сочетание жестокой правды с поэзией. Это не литературная манера, а сущность Амаду, любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он гладал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал, съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью. Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне, я три раза фотографировал Жоржа Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото. Слава пришла к Жорже после романа Габриэлла. Флабер говорил о госпоже Бовари, Эмма это я. Некоторые удивлялись, уж очень не похож был холостой скептик с его иронией наветренной влюбчивую провинциалку. А Габриэлла это воистину Амаду. Все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором. Из друзей моей молодости мало кто остался. Одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом. Я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет. Это очень много. Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии. Ее назвали, как дочь Пикассо, Палома, голубка. Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок. Он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали. Слава для него елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас. Одна из них попросила Гильена написать книгу его стихов. Он сразу повеселел. И когда мы расставались, сказал «Вот у меня оказались читательницы и в Париже». Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает, может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала. Он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине. «Птица «Птица прилетела неживая, прилетела с песенкой печальной, «Ах, Куба, тебя я знаю, на крови растут твои пальмы, слезы, вода голубая». Холодная война была в разгаре, и этой порой придавала нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде, однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести. По всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение, забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь. Желео Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон. Ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона. Желео не впустили. На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много. Где же Желео? В Кале, в Булоне, в Гавре? Мадемуазель Булонь, так называет телефонисток, была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Желео Кюри и вскоре сообщила, что Желео в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Желео. Он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарш, потом я. Это было своеобразное заседание по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение «Конгресс переносится в Варшаву». Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Желео, Фарш, Ненни, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали скучные заседания, хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания. Под утро председатель боролся со сном, а оратор патетически восклицал перед пустым залом «Мы не ослабим нашей бдительности». Участие в движении сторонников мира многим обошлось дорого. Аббаты Булье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора кафедр, а Изабелла Блюм место в парламенте бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на Конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Пьера Кота Я знал давно. Мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам Нормандии, и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии. Птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и кроме политических установок знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации. Мало кто потом вспоминал об этих текстах, но бывало люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека. Эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречием. Он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов. И вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства. Причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами. У Досье очень длинное имя Эммануэль Досье де ла Вежери. Сам он еще длиннее своего имени, входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон Кихота. Он образцовый дилетант и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг. Это наполовину воспоминаний, наполовину размышления. Его книги нравятся, но писатели, хваляя их, не забывают, что Досье дилетант. О политиках и говорить нечего. Дон Кихот в парламенте или в редакции политической газеты это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследишь. Может быть поэтому в движении сторонников мира, первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатии, Досье оказался на своем месте. В кабинете Досье я видел портреты его предков. По иронии судьбы, все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни, его назначили министром внутренних дел в первом правительстве свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и Досье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, с темы догматики. А он не разучился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю. Подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтэня или раскладывал два пассианса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой, что не говорит дом кихотства в наше время дефицитный товар. Я не могу сейчас говорить о движении сторонников мира, как о прошлом. Оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена, горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска севера заняли почти всю Корею, вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием, и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех. Конечно, движение сторонников мира знало и удачи, и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди, Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Анри Матис и Квакеры. Окрыленные успехом мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам Соединенным Штатам Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции. Пусть они заключат пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой. Все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении, пакт мира казался утопией. В 1951 году трудно было себе представить Трумана и Мао-Дзэдуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз. Это не ежегодное занятие. Лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду. Почему я отдавал и отдаю столько времени работе, которое не диктовалось ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем и ответить почему трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал нет. Такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца. Причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов. Оглядываясь назад, я об этом не жалею. Что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать, сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить, я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой. Мы шумно отпраздновали 75-летие художника Кончаловского. Петр Петрович пел испанские песни, танцевал, все это как-то не вязалось с цифрой 75. Мне тогда только что исполнилось 60, и я часто думал о старости. Конечно, у природы свои законы, тело изнашивается, ветшает, но я встречал не раз молодых стариков, изнавал старых людей, веселых, дерзких, не растерявших смелости своего утра. Таким был Кончаловский. Он меня научил спокойно читать письма молодых читателей, где я часто находил слова в вашем преклонном возрасте. Познакомился я с Кончаловским в 20-е годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле. Это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало. Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным движение, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку, он не был необязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как светет его любимицу сирень. А это неверно, Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно, в жизни он знавал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было не трудно огорчить, он обладал чувствительностью художника, но повалить его не удалось, хотя были люди, которые об этом мечтали. Мы часто с ним говорили о Париже. Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было 18 или 19 лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жильена была чем-то вроде Московской гимназии Креймана. Ее выбирали молодые художники, потому что там не было муштры, которая изводила всех в государственной художественной школе. А профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая Академию Жильена, Кончаловский смеялся. «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вияр, Матис. Рядом со мной сидел Глэз, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матис мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику, «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать, лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранц, его картины висели в Люксембурге, огромные батальные сцены. У нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил, я встревожился и понял, что делает дрянь. Впрочем, потом в петербургской школе я жалел даже о Лорансе. Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня. Порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись. Это были восхитительные стога Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было. В 1891. Вот тогда-то я про себя усмехнулся. В тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под 80, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками. Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась. Изменилось и зрение, он искал свой путь, или, как он любил говорить, метод. Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество варли. Был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, иступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским. Но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога. «Я постоянно питаюсь природой, иногда преувеличиваю, изменяя все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия». Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался. Перевел французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывание Сезанна о живописи. Кончаловского было 34 года, когда на первой выставке Бубнового Валета его работы вызвали одобрение одних и сдевку других. Я заглянул в том Большой советской энциклопедии, изданной в 1951 году, и нашел там строки, посвященные Бубново-Валетцем. Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма, выступая врагами идейности и реализма, прорывая с высокими традициями искусства прошлого, отсюда взывающее крикливое название объединения, Бубново-Валетцы маскировали свои реакционные позиции требованием новой формы, однако их космополитическое новаторство сводилось к подражанию Сезанну и Матиссу. Я вспоминаю холсты Кончаловского эпохи Бубнового-Валета, натюрморты, мост через Нару, портрет художника Якулова. При чем тут эпоха империализма? Можно, кстати, добавить, что французские империалисты никогда не вдохновлялись живописью Матисса, и что Матисс ненавидел французский империализм. Художники, входившие в группу Бубновый-Валет, Кончаловский, Лентулов, Машков, Рождественский, Куприн, Фальк, не уехали после революции за границу, любили народ и для народа работали. Официальная Россия встретила первые выставки Бубнового-Валетцев издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним относились Луначарский и Молодой Маяковский. Конечно, название Бубновый-Валет довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. «Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюкси, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи. Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты Бубнового-Валетцев и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утро России» или «Русского слова», и думал, что Бубнового-Валетцы слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор. Конечно, Кончаловский, как все Бубнового-Валетцы, многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений. Навряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах. Парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года хлебы он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троицких игрушках. Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о грубости, стихийности. Они не поняли, что перед ними выражение иного характера, иной природы, иных традиций. Петр Петрович не раз с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров. Это может удивить, ведь люди, которые в течение десятилетий его прорабатывали, делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую, иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто фотография служит подспорьем. Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт хлеба в 1912 году. Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке под цвет фона. Долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности. Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи бубнового валета, конечно, без подвешенного калача, остается воплощением антиреализма. Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь. Это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым, много ездил по свету, много работал, написал 1700 холстов, всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике. Был у него дом в буграх, сад с сиренью, гости, он был большим хлебосолом. С женой Ольги Васильевны жил душа в душу, обожал детей, внучат, ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками, с Толстым, с Прокофьевым, с Пикассо, с Мерхольдом. Умер в 80 лет и почти до самого конца сохранял бодрость. Любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она скорее иллюзорна, нежели реалистична. Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством. Об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом 70 килограммов. Не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самые важные холсты путь живописца. Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло. Достаточно вспомнить мытарство Лентулова, Фалька, Таклина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком. Периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу, все это так и не так. Среда, естественно, влияет на художника или писателя. Нужно обладать фанатичным упорством, чтобы не податься похвалами хулам, премиям и проработкам. Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, кем-то поступился. Бывали периоды, когда Петр Петрович признавался, работаю, но прежнего полного удовлетворения нет. Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил, Пикассо выше всех. И мудро объяснял другим, почему Пикассо великий реалист нашего века. Вот слова из записной книжки Кончаловского. Пушкин в письме к брату Льву Сергеевичу писал 14 марта 1825 года. У нас ересь. Говорят, что в стихах стихи не главное. Что же главное? Проза? Должна заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос один сижу в компании. И у нас ересь. Говорят, в живописи живопись не главное. Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства. Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему иллюзорного сходства. Так он говорил. Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом палатере, которого Петр Петрович написал в 1946 году. Он оставил много прекрасных холстов. И все же, думая о судьбе большого живописца, я неизменно вспоминаю еретиков, которых он обличал. Характер у Петра Петровича был чудесный. Он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал, если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее. Говорила, я сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором. Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников. Он ведь был за границей, примчался, снял лучшие работы и полотера, и буйвола, и ранние испанские холсты. А сейчас будет выступать, приветствовать. Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко. В 1949 году я был в Тамбове. Сотрудница музея рассказала мне, что приключилась с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что безидейная сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцены в заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали. Оставьте нам нашу сирень. Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал «Вот это награда». Можно поставить точку. Рассудит история. В 1951 году мне исполнилось 60 лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писатели прорабатывали, честовали и хранили. Воспоминаний было достаточно. На вечере председатель стол Фадеев с докладом выступил Федин, представитель различных издательств, журналов, газет, театров. Читали поздравительные адреса, похожие один на другой, пламенный трибун, оточенное перо, неутомимый борец за мир, книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы. На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые выселись передо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного совета мира, от Тувима, Незвала, Неруды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало. Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они. Таланты не распределяются ни в каком распределителе. Можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они. Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте. Ему принадлежит по праву оправдания благородной человеческой природы, так же, как ему же принадлежит по праву преследования ложных, неразумных основ общественности, искажающей человека. Бороться против тех ложных основ, о которых говорит Белинский во имя человеческого достоинства, таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложения, не составляет опись существующего. Он открывает сокровища человеческого сердца. Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав. А порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой продолжается, и огонь Прометая переходит из рук в руки. Человек стареет, быстрее устает, реже загорается, но для писателя нет старости. Он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами. Он молод до той минуты, когда его оторвет на этот раз навсегда от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать. Секретарь Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился. Почти на каждой странице произведений много раз до того изданных искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года. Я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте, от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях день второй и не переводя дыхание. В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует север, непомерно много фамилий лиц некоренных национальностей. Следовал список 17 фамилий из 276 в повести день второй и 9 фамилий из 174 вне переводя дыхание. Я подумал, а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе? На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе Нил, что означает наука, искусство, литература. Места не похожи на окрестности Москвы. Мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет малая истра. Это ручеек, но в апреле, когда тает снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче, что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли Московской Швейцарией. Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в 17 веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор. В 1950 году еще валялись на земле цветные изровцы, сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске, ныне Истра, работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета. Ваша дача сгорела. Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом. Кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире было людно, беспокойно, и, начиная с 1952 года, мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче и темирязевки у профессора Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна. Зимой все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета. Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград отказались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю, не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А я сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства Трансок, о старости профессора Дюма, о том, как глупый партняшка Маккорн пел. Говорит она ему, ты целуешь почему? Ты не тот, и я не та, тру-ту-ту и тра-та-та. Я упоминал, что в 1917-1918 годы писал скверные стихи. Мне тогда не было и 30-ти. А девятый вал написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги. Но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал девятый вал? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно. Я судил по тем данным, которые у меня тогда были. Это детали, и не в них дело. Начиная с 20-х годов, критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили. Я искал новую форму романа, не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру. Писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем злобой дня, и что 10 лет спустя иногда оказывается главой истории. Хулио Хуринита, день второй, падение Парижа, буря рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг. Он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за девятый вал? Я мог бы ответить не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне, знал, что это невозможно. В 1950 году холодная война была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь, а писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать далеку правды. Помню, я как-то сидел с Тавичем, который прочитал написанные главы, и мы то усмехались, то угрюмо обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правду у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта, и что в театре ставят скучные бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев бури, перешедший в девятый вал, Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне. В книге приведены короткие записи к задуманной книге, например, «Очень голая у нас любовь», сказала Вера, «Если убьют ничего, а если выживем, нужно будет что-нибудь придумать». Другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман. Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. Литературная газета опубликовала несколько приглаженный текст. Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву, «Если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать». Эти слова суровый приговор девятому валу. Я мог бы его не написать. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о девятом вале. Он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп. В то же самое время Арагон поставил девятый вал рядом с падением Парижа и бурей. Я все же не поверил добрым отзывам. Я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного «Ты не тот и я не та, тру-ту-ту и тра-та-та». Я недавно проглядел подшивки литературной газеты за 1951-1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось о невиданном расцвете творчества. Пестрили фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей. Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось. Вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были вредные стихи. Вернулись снова к Первомайскому, оказалось, что он одновременно и космополит, и буржуазный националист. Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе далеко от Москвы. Фадеев и Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую правда назвала рецидивом антипатриотических взглядов. Редактор «Нового мира» полностью признал свою вину. Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах. Только трудно теперь понять, в чем был состав преступления. Литературная газета печатала некрологи. Умерли Вишневский, Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилей Гего, Гоголя. Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости. Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года». Впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал районные будни Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверное, я пропускаю многое. Трудно припомнить, когда попалась в руки та или иная книга. В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил, как явление природы. А ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи Амируди и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях, богатырем, мифическим баяном. Амируда понял Мартынова. Настоящий поэт. Перед его глазами второй мир, искусство. Мартынова после 1946 не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне. И каждый раз я удивился его поэтической силе. Метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал не в попад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось 50 лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме Литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась. Несколько месяцев спустя вышла его книга. Читали мне стихи и молодые Винокуров, Межеров, Урин. Я написал в смене о Винокурове. Он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие умные строки. Приходил студент Лит-Института Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло. Его сослали на три года в Дальнее Сибирское село. Отец Манделя, переплетчик, мать-врач. Они посылали сыну далеко денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим. Он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят. Поступил в горный техникум. Стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкуса в редакции. Он прочитал мне вступление к поэме. Писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов. В Москве устроили совещание молодых писателей. Мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей, повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей. Один признался, я сам знаю, что плохо. Но что тут делать? Трудно писать роман в стол. Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру. И я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил, почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так? В конце разговора он сказал, вот кончу академию, стихи может быть и научусь писать, а может быть нет, но читать стихи буду всегда. Наверное, через пять лет начнут печатать и про любовь. Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду. В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать бурю, кто-то принес мне толстую рукопись с заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных краткой часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной. Кони шли ко дну и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался его определить, говорил о народности, ссылался на Некрасова. За статью меня отругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе. Его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне «Эпоха зрелищ кончена, идет эпоха хлеба, и перекур объявлен всем штурмовавшим небо». Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на 30 лет моложе меня, как со своим сверстником. Оказалось, что это возможно. Помогло, наверное, и то, что я подружился со Слуцким еще до перекура. Чужие стихи помогали мне. Поэзия жила, порой, как некогда устная. Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни. В начале 1950-го года меня выбрали депутатом Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски. Девушки подносили мне цветы, белые кавлы, будто сделанные из материи, и делали при этом книгсон. Избиратели ко мне обращались редко. Они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не Синекура. До войны Энгельс был столицей автономной республики немцев по Волжье. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке. Украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила подтянув к ушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко. Зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины. Министр меня принял, может быть, из любопытства, как-никак писатель. Он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам. Долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеки. В ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было непросто. Требовались разрешения различных центров, подписи людей, которым трудно было прорваться. Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных. Один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах. Другой жаловался, что его отца неправильно осудили, третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела. Десятки других моих просьб лежали без движения. Раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку. Добывал книги, семена. Все это было малыми делами, но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей. Принимал я в горы с полкоме и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков. Вы-то уедете, а они на мне выместят. Несколько лет спустя жизнь изменилась. Я стал депутатом Даугов-Пилса, по-русски Двинска, города разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й. Я ездил по степи за Волжьем. В селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артизианские колодцы, деньги взяли, а воды нет. В другом жаловались, не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди. В третьем молодежь возмущалась, из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная, Зевеневай знает, как сеять, а председатель упирается, это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр. Один добавил, пусть привезут Гамлета. Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал. В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью брагу. Председательница сказала, вот вы помогите нам решить. Мы с ней несколько вечеров проспорили, а она оказалась бухгалтером, и она говорила, по-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут, страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять. Ночью вспомню избу, немец сжег, и реву как дура. А привези француженку, ей и поговорить не с кем, и сохнет. Председательница энергичная женщина с властным лицом возражала, человеку нужно помечтать. Иногда проснешься, что-то приснилось хорошее, и злоба берет, почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче. Росло сознание людей. Степи в сельской школе малыши читали, а он мятежный просит бури. Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русского первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверное, у него спина чесалась, прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского. Одна рассказала мне, я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко. Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти. Весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал, подумайте, на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать. Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал чего, гадал коек в одной из больниц, торговых точек. Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго гос. Лит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобиться собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал, люди собрались с вечера, и вот извольте видеть пятнадцать на весь город. Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя. Как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему. Он покачал головой, мне не нужно, я был третьим, подписался, я вам про город говорю, обидно, Энгельс большой город и вдруг пятнадцать. В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще по-детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в доме инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят, ничего, без очков обойдешься, она сорок два года проработала учительницей, вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может, я так считаю, что это безусловная несправедливость, в руках у него была книга, я спросил, что он читает, он еще больше застеснялся, я знал, что вас долго придется ждать, оказалось, учебник алгебры, нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели, народ думал, учился, рос, маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки, все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если литературная газета приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней. Я увлекался садоводством, огородничеством, посадил два конских каштана. Один погиб, другой вырос, и теперь весной цветет, как бутон в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие. С книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом, и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях. Должно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут. Иной читатель удивится, почему я после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачество пожилого любителя растений. Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас, не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прерваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния. В 1950 году был образован комитет для присуждения сталинских премий за укрепление мира. В него вошли Арагон, Гоможо, Андерсон Нексе, Келлерман, Дарнал, Дембовский, Садовяна, Неруда, Фадеев и я. Председателем комитета стал Скобельцин. Среди награжденных в первый же год рядом с Жилею Кюри была вдова Сунья Цена, госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия и Люба. До Иркутска мы ехали поездом. Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруде захотелось поглядеть на Байкал. Он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на их теологическую станцию. Нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтобы ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб. И Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме. Вразрез с выбранным мною правилом, я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним. Кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых. Я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой. О нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Висло-Негро. Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной. Старость, как издавна говорят, не радость, да и время с 1945 по 1953 вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруда, нежели о его замечательной поэзии. Мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло. Может быть, со мной улыбнется и читатель. Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом жизни в творчестве поэта. Мне кажется, что переломы редкая вещь. Неруде тогда было 32 года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано, и в одной из первых книг, 20 стихотворений о любви и одно об отчаянии, не только нашел себя, но и показал высокое мастерство. Он писал тогда «Облака, как белые платочки расставания, ими размахивает путник ветер, и сердце ветра колотится над нашим молчанием любви». Неруда и 30 лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруде расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде. К нему приходили друзья Гарсиа Лорко, Альберти Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы, и по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей. Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце». Я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на 10 лет. В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды. Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Неруда стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях. О нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараиса. Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделлы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделлу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверное, известна всем читателям. Он был обвинен в государственной измене и после этого в начале 1948 года явился на заседание Сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать, работал над книгой «Всеобщая песнь» и рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе. Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству. Это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты. «Мир наступающему вечеру, мир переправе и мир вину, мир словам, которые меня ищут и которые в моей крови, как очень старая песня. Мир городу рано утром, когда просыпается хлеб, мир рубашки моего брата». С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу. Однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне. Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешностью напоминает статую Будды, если бы ее высеки с камня древний инка. Боги инков однако сердитые, а Пабло благодушны. Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что Дил удается. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо и голос у него не трибуна, а скорее обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Балтасар Кастро хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела, будто издалека раздался голос полной скорби. Балтасар, победа! Неруда страстный коллекционер. Собирает он различные вещи, но главным образом огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме Весла Негра на берегу Тихого океана старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает, матросом или капитаном. Пабло ответил, я капитан, но мое судно затонуло. Это было поэтической фантазией. Никогда я не видел корабль народы не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным прискорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неописуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм бумажным тигром. Неруда человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я не пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди, чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. Сантьяго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться. Все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать-двадцать. Однажды он тихо спросил меня, ты не знаешь, кто это последний налево от тебя. В Чили я поехал по просьбе Неруды летом 1954 года. Я должен был вручить ему премии мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Люби. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и холодная война шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту. Все было торжественно, пришли депутаты различных партий. Я забывал, что до Чили далеко. Мы летели из Стокгольма 48 часов. Это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла холодная война. На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зал, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавшие на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именовавшейся Международной. Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все. Я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруди. Но один из полицейских, обладавших мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли. Она была в сумке Любы. Попадя она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее. Это был человек нечистый на руку. Вскоре его арестовали за махинации с каракуливыми шкурками. На аэродром приехал председатель парламента Болтасар Кастро, но перед международной полицией и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили. На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиция сообщала, что я пытался провести грампластинки секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и 5 миллионов песо. Последнее Министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать. Их у меня не было. Не было и грампластинок, ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений, я надеялся раздобыть имена на их родине, и французские кроссворды, которые я решал в самолете. Началось нечто невообразимое. Однажды ночью домные руды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. Здесь даже выспаться не дадут, сказала Люба и тотчас заснула. Утро мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник народой увещевал. Как вам не стыдно народ будить? Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил, мы через пять минут кончим и уедем. В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне выбрать свободу и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо красные не простят мне оттепели, что они взывали к Любе «Спаси Илью и себя», что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали два гиганта чекиста. Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом народа известен всем, а он одноэтажный. Стены города покрылись надписями «Эренбург, убирайся домой!» «Чили да, Россия нет!» Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка Люба. Наверное, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида». Так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски. На неделе я стал самым популярным человеком Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте, фашисты хотели меня избить. Все же я уезжал в город, дом народа на окраине, иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился, если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца. Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался, уж не фашисты ли. Казалось, все потеряли голову, только Пабло сохранял полное спокойствие. Писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет. Янки распоряжаются тут, как у себя дома. Вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараиса, юг Чили, и я пойму, что нет, страны прекраснее. Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Три дня спустя United Press сообщила, что московские газеты пишут о самоуправстве чилийских властей. Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, Яс Неруда отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми потревожившими посла. Он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами. Однажды в Дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде, газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал, я тебе говорил, что мы победим. Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко. Фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет. Пришли и коммунисты, и Болтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих. Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествует народу, а не меня, начал медленно по-русски считать. Один, два, три, четыре. Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продипломировал монолог Чехова о вреде табака. Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра юстиции и информации. Первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост, просил меня не смешивать правительство Чили, с международной полицией. Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели, мы разговаривали стоя, нам объяснили, что сидеть нельзя, тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства, аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот. Напротив посольства, крутая улица, откуда двое исчезнувших людей, спустили на нашу машину пикап. Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили. Все это относится к 1954 году. Но если откинуть некоторые живописные подробности, то это картины холодной войны, о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло более десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Наруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и Алигер рассказывала, как их там радушно принимали. Пабло Нарудзе в 1964 году исполнилось 60 лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины». В нем он просит «А теперь оставьте меня в покое, а теперь обойдитесь-ка без меня». Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни, он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений. Когда тонули корабли, он снова брался за топор. Он ведь кораблестроитель. Моей религией те были корабли. Нет выхода иного у меня, чем жить. Я столько писал в этой книге, о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать хотя бы коротко и шутливо о большом поэте, который счастлив. Конечно, Меруда знал и часы отчаяния, и разочарования, и горести, любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни, и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно, нашел и врагов, но ругали его только враги. Никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил, Пабло, почему индейцы голубые? Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев подвечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. Но в поэме этого нет. Он ответил, ты прав, но пусть они останутся голубыми. Прав, конечно, был он. Могут сказать, человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Наруда никогда не выбирал легкого пути. Но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы. Так устроены его глаза, такое у него сердце. Вот он загрустил, он пишет не о борьбе народа, не о бандах или вулканах. Он разрешает себе пожаловаться. Я очень устал от куриц, но не знаем, что они думают, они смотрят сухими глазами, не придают нам значения. Давай уставать хотя бы раз или два в неделю от того, что дни зовутся всегда одинаково, как блюдо на столе. Это не брюзжание старика, а шалость ребенка. И кончает народ стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет, дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека. Продолжение следует...